И вот разбирать еще. Пойду себе нахер вены вырву. Нахуй мне тихо уже. Да, могло. Все-таки локализация второй части Watch Dogs не вызывает того же гнева, который вызывала локализация первой. Так что я вас в приподнятом настроении приветствую и предлагаю сегодня здесь на StopGame.ru вместе разобраться, почему же российская адаптация игры «Работать вместе 2» не так плоха, как ожидалось. В основном из-за того, что антураж игры сделал внезапный разворот на 180 градусов, и вместо криминального Чикаго и брутального Эйдена Пирса с селфи-палкой на голо, в центре сюжета, в позитивных пейзажах Сан-Франциско, обосновались сегодня «хипстеры». Тут я ставлю кавычки. По крайней мере, все, включая разработчиков, почему-то так называют главных героев. Круто. Вот только я не хипстер. Ты себя-то хоть не говори. Сам я, признаться, никогда не вникал в значение этого термина, но Википедия гласит, что хипстеры увлекаются инди-роком, арт-хаусным кино и современным искусством. В то время как Маркус с братвой обсуждают и цитируют исключительно попкорновое кино, слушают какую-то клубную херню, а связь их с современным искусством ограничивается рисованием какашек на билбордах. Короче, это слишком сложные материи, чтобы в них разобраться. Вы одеваетесь как клоуны, ведете себя как дети, а общаетесь как гики. И как вас, разноцветных павлинов и никейщиков, называть-то? Шпана, которая косит под Эйдена Пирса. Но, как ни называй местных героев, вторая часть Watch Dogs действительно расширила эмоциональный диапазон у главных действующих лиц, по сравнению с первой частью. Они стебутся друг над другом уже не с покер-фейсом. Так она вообще не отвечала. Ну, э, ш-ш-ш-ш. Эта ответ? Умеют радоваться. Умеют радоваться. а ты уже видел не чел тебя ждал ты просто лучше спасибо внимание мы смотрим трейлер всем заткнуться тихо guys guys i can't even oh черт чуваки охренеть что ты нашел живо реагирует на происходящее я так рад что хоть как-то причастен знаете это неважно он с нами а с нами ну ладно просто обычно мы обсуждаем это вместе срываются а знаешь что маркус знаешь что люди надо говорить где добро и где зло им насрать как именно лишь бы работало но не работает же среди гражданских не все так плохо демонстрируют куда более интересные эмоции и в принципе ведут себя раскрепощенней чем эйден пирс лаки куин и прочие брутально пафосные герои первых псов and the others are ok with this they will be a god a nice smile не делала на смайл сэй доу пробл и что все согласились конечно я шабояшка с этим не поспоришь вот нет проблем и все вот эти приведенные примеры дубляжа весьма зачетные и такая озвучка успешно поддерживает необходимую атмосферу а значит сегодня я буду не только ругать локализацию но и хвалить в какой-то степени прошлом месяце ни одного доброго слова я себя выдавить не мог его первая часть watch dogs подавалась на серьезных щах и в адаптированной версии на серьезных щах герои там несли полную ахинею создавая диссонанс как при просмотре списка шиндлера с гипотетическим переводом по версии кукураж бомбей завидушка ну успокойся все уже позади я же стал посмешищем для твоих друзей ты не проси меня не говорить отцу все равно скажу завидушка мы просто пошути и было весело теперь они знают что с тобой шутить нельзя и актерская игра не спасала ведь даже самый харизматичный персонаж там хоть и был отыгран сносно двое этих умников зачем-то решили протаранить меня на своей паршивой экологичной машинке но она такая и влетела прямо в фуру держать глаз к уровню цинизма и отмороженности оригинальной озвучки не приблизился ни разу здесь же дубляж доставляет немногим меньше оригинала и озвучка самого харизматичного героя этой части в отличие от дубляжа джорди из предыдущий полностью соответствует уровню а что забавно ведь все познается в сравнении единственный герой к дубляжу которого у меня не было претензий в прошлом месяце тибо он потому что он единственный кто от начала и до конца звучал настолько же интересно как оригинал ни эйден никлара не уж тем более николь этим похвастаться не могли однако на фоне новых героев в сиквеле рейки не хоть и озвучивает его все тот же семёнов прозоровский наоборот скушен потому что в отличие что важно от исполнителей остальных ключевых ролей он не смешок не добавит там где нужно просто так ну возможно принесу жертву козла но в целом да просто так ладно позлим его разобьем порок он и посмотрим ни интонацию необычную своему голосу не придаст эй перед тобой враг блюм номер один сынок для сравнения в котором все и сокровищ давай маркус прыгай малыш водичка теплая главный герой watch dogs 2 как и главный герой оригинальные работать вместе в русской версии тоже изредка ставит в тупик а именно не доигрывает я здесь друг я здесь друг тебе помогут держись держись но здесь это самое изредка иголка в стоге сена ведь в этот раз подобные просчеты ввиду смены формата с напыщенно серьезного до сугубо развлекательного не наносят такого же урона игре в целом так блин ладно встаем блин ровно как и перевод не идеальный но терпимый который в этот раз есть за что и похвалить в том числе и самое главное есть желание его похвалить и я похвалю когда дым от горящего пукана покинет помещение через форточку ведь львиная доля разговоров все также съезжает с контекста и вопросы не соответствуют ответам скоро перезвоню даю слово ладно в норме что делаем если я правильно понял чертеж то там есть камеры которые я могу взломать взгляну что там а потом как и угнать ее к черту может еще есть время вмешаться сделает что я в очередной раз затрону эту тему а именно тот факт что переводчики не видят игры когда ее переводят и в очередной раз напомню что мне срать на это и конечному потребителю насрать на это когда я играю в игру где например женщин называют парнями вместо ребят мне срать на проблемы локализаторов ведь такого быть не должно а значит подобные вещи не переведены в соответствии с контекстом по вине какого-то извинья в цепи разработчик-издатель локализатор а страдает в конечном счете игрок и кто виноват мне плевать ведь я вижу что вот это явно не парень хотя это конечно сан-франциско тут есть и миранда которая говорит голосом константина карасика берешь трубку и говоришь я фред и пишешь сигнал какая скукотища не поставлю тебе звездочек в драйвер но я до сих пор наивно полагаю что вот это женщина да ладно парни хоть спасибо скажите для протокола подобный просчет здесь не один их скажем так парочка готовы поехали достал банкоматы нет нашел банкоматы ну с тех пор как мы влезли в код инвайт акции конгрессмена трасса начали падать нет конгрессмен трасс начал терять голоса дверь к резервным серверам еще закрыта сейчас все будет свалите от прототипа пока я займусь дверью нет размудохай раздолбай разбей прототипы пока я занимаюсь дверью а не свали от них мы всю ночь возились с твоей софтиной чтобы фолловеры могли ее скачать нет вы всю ночь возились со своей софтиной женщина он первый день в децек алё мне нужен любой компромат на них не волнуйся обоссутся принесу их простыни нет не если обоссутся а если уже обосрались ты найдешь их грязные простыни ты идешь искать компромат на них а не арбузы с ними жрать и вот наш Маркус с мега метафорой нет Денис с мега метафорой русский Маркус разве что с мега тупой метафорой это личный лифт Джимми нет это лифт о котором тебе рассказывал Джимми народ я рядом с данными нет ты ищешь способ подрубиться вот ты где мы все утро тебя ищем похоже тут нет бюро забытых вещей нет в пустыне в том месте где вы тусили накануне нет бюро забытых вещей когда баржа будет близко сможешь ускориться нет когда баржа будет близко ты сможешь быстро до нее добраться на этой лодке Она не продает ему спиды, если что. Мы решили, все мы, играть по своим правилам. Я права? Да, ты права. А качает головой он, потому что в оригинале ты закончила свой спич вопросом «Ничего ведь не поменялось?» Я рад, что наши ряды растут. Нет, ты рад не тому, что ваши ряды растут, а тому, что в команде появился еще один черный бразе. И вообще, к этой сцене у меня есть еще несколько вопросов. Иситара. Первоклассный графический дизайнер. А еще, если так можно сказать, лицо и голос Дэдсек. Нет, нельзя так сказать. Потому что если вдруг она и голос Дэдсек, то уж никак не лицо. А оригинал подразумевал, что она, грубо говоря, создала бренд. Термин «лицо бренда» не имеет к ее лицу отношения. А ты тут кто? Чем занимаешься? И куда делась суперсила? Это же игра про гиков. Какого хрена? What about you? What's your superpower? Кстати, о хардкорных анимешных эльфах с фиолетовыми волосами. Я почти уверен, что человек, который нудил вот это, искал несколько... иной контент. I'm reading the editing. That's all, folks. Кто-нибудь считает, сколько уже фокапов локализации вытерпела Watch Dogs 2? Сравните это с количеством подобных косяков в третьем Ведьмаке, хотя бы на основании соответствующего выпуска трудностей перевода. А потом прикиньте, во сколько раз в той ролевой игре на 120 часов текста больше, чем в этом шутере на 20 часов. И сразу же как-то жалость к виновным в подобном дерьме, работающим вслепую в тяжелых условиях, вытесняется мыслями о том, что, наверное, просто ответственнее нужно к работе подходить, и подобных косяков перевода будет минимальное количество. Благо, есть примеры локализации, где подобных косяков перевода минимальное количество. Но самое время разбавить шитпарад проколов локализаторов позитивчиком, перейдя к этимологии слов типа шитпарад. Русская версия Watch Dogs не стесняется забрасывать игрока профильными терминами или же вообще английскими, что, учитывая содержание и целевую направленность игры, в локализации выглядит более чем уместно. Дальше пробейся туда с ботнетом и качай все, что успеешь. В придачу к этому переводчики не боятся набивать речь героев мемесами с луркаебством. Признаюсь честно, меня пару раз от этого передернуло, например, от фразы «Ради лулзов» в этом контексте. Сосредоточимся на крупнике, расскажем все про них ради лулзов, тогда все будут качать наш софт. Или от 100500 из уст вот этой крупной шишки с доходом 110 миллионов долларов в год. Я все понял. Еще первые 100500 раз. Вот эту от себя тяну в этом конкретном случае я бы назвал такой же ущербной парашей, какой благоухала вся локализация первой части Watch Dogs. Но остальные персонажи звучат благодаря таким фичам органично в этой игре. Йо! Немного в личной магии. Безопасность такая безопасность? Обучение компов, нанотехнологии, рейлганы, рельсы, кару... Вилкой в глаз и в жопу раз. Во! Нечто из разряда «Я знаю кунг-фу»? Да, не будь это древним-древним баяном. Надо как-то обезопасить этих хакеров. Это не хакеры, Дивон. Это просто кулхацкеры. О, машина ответила. Здесь, кстати, можно заметить, что кто-то забыл наложить на голос машины фильтр. Они не хакеры, Дивон. Они просто скрипт-китти. Эй, машина ответила. К сожалению, это не единичный случай. Знаете, Мишель, мы рады, что эти хакеры наконец понесли наказание. The Jabberwock with eyes of flame. Who are you? Летит ужасный Бармагулак. Вы кто такие? И то самое дословное «нет пути», завирусившееся сразу после релиза. Ты доверяешь Раю? Грамотно внедрено, грамотно озвучено и вписывается в общую стилистику и образ персонажа. Кто хоть чуть-чуть знает язык, поймет, в чем прикол. Кто не знает, все равно поймет смысл диалога, ведь Маркус сначала произносит простое «нет». Так что и претензий тут к локализаторам нет. И все это примеры хорошей, годной от себятины, потому что чуть реже, чем всегда, лорка***ство здесь в тему. В отличие от фраз в духе «Да он края потерял» из уст Эйдена Пирса. Да он края потерял. Если бы он сказал три года назад «нет пути», это был бы фейл. Надеюсь, всем понятно, почему. И ты думал его отнять? Нет, нет пути. И этот выпуск был бы полон любви и обожания, если бы полсотни пестрых фраз было достаточно для того, чтобы локализация удалась. Но, увы, оригинал дает куда больше. Например, референсы по всем направлениям. Первая же фраза в начале игры, которую мы слышим, гласит... «Считай, что это твое посвящение в Dead Secret. Готов к первому заданию». И вот это «Готов к первому заданию» изначально предполагало следующее. «Поясняю». «В каждой части кинофраншизы, а также в оригинальном сериале 60-х годов, повторялась эта конкретная фраза. Ваша миссия, если вы возьметесь за ее выполнение...» И она уже с первых секунд игры задает тон и самой Watch Dogs, и текущей миссии. Невыполнимой. Ведь пока что никому еще не удавалось ее успешно завершить. «Поясняю, что бы ему дадут тест-драйв». «Но самой сложной сложности. Никто не мог удалить профиль своего CTOS-профиля». Хотя, о чем я говорю, если в локализации эта фраза приобрела формулировку «почти невозможно». «Вот я и решила его потестить». «На максимальной сложности, я бы сказал, удалить свой профиль CTOS-почти невозможно». Блин, ну хоть бы обыграли, используя слова «почти невыполнимо». И сразу, чтобы не упускать возможность поязвить, упомяну и «психа». «Хочу понять, он умный, упрямый или псих». «Я хочу посмотреть, если он умный, стаборный или два». Вот это слово – вообще страшный сон укладчиков. Но я опять забрел в какие-то дебри. Сцена в преддверии запуска «Спутника в космос». Уэсли Крашер – персонаж из «Стар Трека». Джейк Сиско – персонаж из «Стар Трека». Писатель-репортер. Капитан Сиско. Персонаж из «Стар Трека». Отец Джейка Сиско – внезапно капитан. «Наш герой! Давай, Уэсли Крашер». Уэсли Крашер – персонаж из «Стар Трека». «Космос ждет». «Вот не надо, я буду Сиско». «Джимми Сиско». «Капитан Сиско». Джимми Сиско – персонаж игры «Вотчдокс». Профессия – актер. Отсылка похерена. Браво. «Браво». Помимо запоротых референсов, в игре встречаются и тупо непереводимые. «Я нашел сервер. Как мне его отсюда вытащить?» «На тех чертежах отмечена шахта лифта». «Я один раз видел такую шахту». «Да заткнись ты!» «Да я про лифт говорю». «Я понял». «Я нашел сервер. Как именно я получу это от бута?» «Стар Трека, которые вы нашли, показывают сервер «Элевейтор-шафт». «Они говорят, что шахта не плохая, мать!» «Стар Трека!» «Я говорю о «Элевейтор-шафт»?» «Я могу видеть это!» А теперь внимание! Опенинг фильма «Шафт». «Если девочка из плохой уназьёта?» «Тихо, что мы думаем, что шахта не плохая, мать!» «Я говорю о шахту, мы можем видеть это!» «Я говорю о «Элевейтор-шефт»» «Речь и про «Элевейтор-шефт»» и про «Элевейтор-шефт». «Я говорю о «Элевейтор-шефт».» Но стоит отдать должное, многие отсылки были переданы так или иначе, включая уже упомянутого бармаглота Льюиса Кэрролла, чужих слэш-хищников, охотников на крокодилов, больших дивных новых братьев и так далее. Этот псих рейндж. Нужны большинства. Думаешь, Лёвка учил Йоду? Не наоборот. Что забавно, номер контейнера все же содержит комбинацию ЛВ-426. И отдельное спасибо за вот этот эпизод. Ну а отсылки типа вот такой. Как ни крути, получается адаптировать лишь частично. Ибо озвучить на русском, скажем, фамилию Шварца можно, а вот его акцент не можно. 3D принтер? Это Шварценеггер от мира принтеров. Может собрать целый арсенал смертельного оружия. This is the army of printers. It is capable of pumping out an arsenal of little weapons town. What the cook it down? Now! Логрус, как мы с вами помним, любит дурачиться и всякими смешнявками засорять эфир. Что дико бесило в первой части Watch Dogs. Ибо шло вразрез с мрачной атмосферой, так как было интегрировано с полным отсутствием чувства такта. К 2016 году тяга к покорению гемористических высот у переводчиков никуда не делась. Но, учитывая резкую смену формата и антуража, в Сан-Франциско образца Watch Dogs подобные правки выглядят нормально и оправдываются липсинком. You kids, you're gonna need to work your way up to Bloom, even with me help. Да, Bloom вам еще как до Китая раком. Даже со мной. Here's your reality just between us. Между нами девочками вот что будет. They're just some script kiddies. Who want desperately to be popular. Обычные кулхацкеры, которым надо, чтобы на них дрочили. You want the precious pros to adore you? Not on my fucking watch. О, небось хотите, чтобы пролы вас обожали? Хер вам по всей морде. Укладчики, слава всем богам, избавились от привычки заменять то, что сложно синхронизировать с губами, шумами типа так-то и ну-ну. И пытались в этот раз адаптировать юмор в эпизодах, где он предполагался, а не просто его вырывать, делая вид, что так все и было. Включая даже мелочи, когда, скажем, Тибоун коверкает имя антагониста Душан, озвучивая вот это слово. Которая означает в том числе «говнюк». Локализация подыгрывает и тоже стебет это имя. Походу, Душка натравил на тебя федералов. Многие искажения в этот раз смело можно называть адаптацией. Хоть она была удачной... Йоу, Маркус, глянь на эту ты десню! ...хоть сомнительной, но все же адекватной. Мы засунем их туда, где солнце не светит. Это куда? Вот засунем, тогда и поймешь. А. Постойте. Туда, где солнце не светит. Но секта же туда никак не поместится. Ладно, ладно, займемся, Сиска. И все бы хорошо, и похвалить бы локализацию, несмотря на некоторые ее недостатки. Но тупость, непрекращающийся поток тупости и нелогичности все равно не дает насладиться игрой в той же степени, которую предполагает оригинал. Смотрите, ребята... И, честно говоря, я не имею права. Но у меня есть предпоследования... И... Не знаю... Просто... Террищите мне... В этой... Ну, народ, если честно, плана у меня никакого нет Только одна мысль, и я бы меня, пожалуй, не слушал Ну вот какого черта? Абсолютно противоположный смысл Диалоги, в которых ты не понимаешь реакцию героев Потому что кто-то, зачем-то, например, заменил фразу «как и ты» на слово «забыла» Люблю движуху Забыла? Что-что? Что-что? Да как ты посмел усомниться в моей памяти? Непонятное желание литературного звучания придать персонажу в тот момент, когда для целостности диалога нужна информативность, а не красноречие Эй, Маркус, эта комната выглядит маленьким для тебя Мой, я не там Да, выглядит маленьким для меня, тоже Персонаж в маске, никакого липсинка, но... Эй, Маркус, как тебе интерьерчик? Хз, я не там Да, тесноватый здесь Контекстные огрехи, которые искажают первоначальный смысл Чтобы было понятно, Тибоун с Маркусом едут в машине вдвоем и общаются Вдвоем Все тот же синдром начали-закончили Да, знаю, уже начали Почти закончили Из-за которого локализация не дает достаточно информации для понимания происходящего Не знаю, как так вышло Землетрясение не иначе Другого оправдания не вижу Мне пришлось смывать всю краску и по новой начинать Ох, это жесть Оправдание, чему ты не видишь? Почему тебе пришлось смывать всю краску? На что повлияло землетрясение? Оп, всего пара слов и вопросов нет Если она особенная, мне нужна будет инфа погорячее Например, Джимми Нелли Шайер Кто такая Нелли Шайер в конце-то, блядь, концов Она фотошопер, она школьница, она наркоманка с ребенком Зачитывание прав при аресте, согласно правилу Миранды Эти слова мало какой русский не знает Кого вы пытаетесь обмануть? Душан Немич, вы можете молчать Да ебаный ты в рот! Ты же сука взрослый человек! Ты сука не младенец! И эта тупость, размазанная равномерным слоем по всей игре Не дает мне похвалить эту локализацию Хотя многое в ней действительно подкупает В отличие от перевода первой части Watch Dogs Этот перевод имеет право на жизнь Как и достаточно живой и бодрый дубляж Но назвать эту локализацию достойной Все же язык не поворачивается Всем спасибо за внимание И до встречи на СтопГеймРу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok